В прошлом году мы потеряли 195 пациентов, в этом году более 300 в течение всего года. Самая главная задача наша сейчас, на ближайшее время, при том в таком темпе, это максимально привить людей старшего возраста. Надо понимать, что это единственный способ обезопасить себя от смертельного исхода. Если не привиться, то это абсолютно не защищено. Дети потом не помогут, которые советы дают, не надо прививаться туда-сюда, это вредно, что вредно. Мы уже прививали здесь 30 с лишним тысяч человек, и никто не пострадал от вакцинации. Сын болел коронавирусом, а он перенес инфаркт ранее, и мы так боялись, он лежал в больнице. Дочь врач и дочь болела, поэтому мы знакомы с этим делом, очень серьезно к этому относимся. Сами хотим жить долго, никто нас не принуждал, никто нас не заставлял. И ревакцинацию прошли, и первые прививки прошли. Есть переболели, которые с прививками, и есть которые без прививок. И теперь убеждены в том, что с прививками-то легче переносят эту болезнь. Мы проболели всей семьей в ноябре месяце этого года. Казалось, мы с мужем привиты были, сын нет. Сначала сын заболел, у него температура была под 40, вторая я заболела. Но у меня такой температуры, конечно, не было. Я переболела, как сказать, мягко по сравнению с ним. И я думаю, что вот на своем примере, благодаря вакцинации, я перенесла более легче, чем сын. Вакцина кругом помогает. Мы с женой прокололись четыре раза. Кюркоды есть все у нас. Мои документы сделали. Советую всем землякам, не надо бояться, потому что единственное спасение это отражает всю нашу жизнь. Сколько уже людей умерло. Боятся только жизнь у себя укорачивать. Получается так. Люди, не бойтесь, прививайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова